МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Время новостей". На нашем канале в студии Артемий Завардин. Добрый день. Вот главное к этому часу. А ведь он просто хотел ускорить строительство дороги. Глава Шенкрусского района подозревается в превышении должностных полномочий. Истории военного лихолетия и память о подвиге северяне продолжают готовиться к акции бессмертный полк. Армия на ладони. Накануне Дня Победы в Котласе открылась уникальная выставка военно-историческая миниатюра. Но вначале ледоход на Северной Двине закончился. Лед сейчас снимает с берегов. Уровни воды в норме, подтопление и нештатных ситуаций вопреки прогнозам не произошло. На реке Мизень бежение льда еще продолжается полностью очиститься. Она должна к концу недели. На реках Онега, Вага и Пинега наблюдается незначительный подъем уровней воды. Ну, видимо, по случаю окончания ледохода в архангельские синоптики завтра обещают яркое солнце. А вот над Шенкруском похоже на вис летучие. Глава района Виктор Парфенов подозревается в превышении должностных полномочий. Региональный следственный комитет завел в отношении чиновника уголовное дело. По версии следствия, летом 2016 Виктор Парфенов, тогда еще исполняющий обязанности главы муниципального образования для нужд строительства автодороги, издал незаконное постановление о переводе земель лесного фонда в другую категорию без соблюдения необходимых процедур. В результате превышения должностных полномочий при строительстве участка автомобильной дороги незаконно вырублены лесные насаждения в водоохранной зоне, уничтожен надпочтенный слой, что повлекло причинение ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 7 миллионов рублей. В настоящее время идет расследование, изъята вся необходимая документация и производится сбор доказательной базы. За превышение должностных полномочий уголовный кодекс предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Уже завтра поколение победителей и наследники победы в одной большой колонне пройдут в бессмертном полку. В нашем регионе в акции примет участие почти 25 тысяч северян. Многие месяцами готовятся к этому событию, находят архивные документы, военные фотографии, даже утерянные награды истории героев, рассказанные их родственниками в нашем материале. Узнать все о боевых подвигах своего прадеда Дмитрия Шарапова, восьмиклассницы Нине Панфиловой, помогло школьное сочинение. Правда, сочинять ничего не пришлось. По профессии машинист Дмитрий Шарапов. Работал и на судах торгового флота, и на знаменитом ледоколе Красин. Служба на пароходе Александр Сибиряков стала последней страницей биографии. В августе 42-го судно приняло неравный бой с немецким линкором. Исключить из списков архангельского арктического морского пароходства ниже следующих членов экипажа ледокольного парохода Сибиряков, как без вести пропавших, Шарапова Дмитрия. А ведь ему было всего 27 лет. Трое детей остались сиротами. История сохранила лишь газетное фото Дмитрия Шарапова. И каждый год Нина Панфилова вместе с Прадедом идут в рядах бессмертного полка. Я горжусь ими, что благодарна то, что я живу сейчас, то, что живы мои мама с тетей, бабушка с дедушкой, родители, то, что благодаря этому только. Историю семьи Нина изучают вместе с тетей. Ольга Александровна хранит память об еще одном герое – подполковнике Павле Низговорове. Дедушка служил на Дальнем Востоке, победу встретил в Кёнигсберге. От воспоминаний деда холодок шел по спине. Командный состав, три человека склонились над картой. И прилетел снаряд. Два человека замертво упали, а он стоял в середине. Он остался стоять жив. Не царапины. Сколько бы царапин на теле истории не оставил фашизм, сломить моральный дух наших бойцов ему не удалось. Как не удастся и сегодня переписать историю войны и предать забвению имена героев. Надо рассказывать об этом, чтобы они помнили передавать из уст в уста. Теперь уже мы, внуки, должны рассказывать будущим поколениям о том, что война – это страшно. Шествие бессмертного полка в Архангельске начнется 9 мая в 13 часов 15 минут. Прямую трансляцию покажет наш телеканал. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, регион 29. Во имя памяти так называется проект по сохранению памятников, реализованный в этом году в Холмогорах. Первый обелиск, за который взялись инициаторы, был построен в деревне Питково еще в 70-е годы по случаю 30-летия Победы. Раньше он был из кирпича, то есть в свое время, еще в 10-м году этот памятник стоял у школы, у местной, в 10-м году его перенесли сюда, ближе к местному Дому культуры. Тогда его установили на кирпичную кладку, но со временем кладка вся износилась, и у памятника образовался крен. Общий бюджет работ составил около 100 тысяч рублей. Значительную часть затрат взяла на себя администрация поселения. Хорошим подспорьем оказался и грант в размере 40 тысяч рублей. У памятника теперь железобетонное основание вместо кирпичного. На благоустройстве территории большую работу выполнили местные жители, совет ветеранов и школьники. Помогали разгружать песок, плитку. Работа проведена была трудоемкая. Никто никогда не отказывался. Все были отмечены у нас на празднике Дни деревни почетными грамотами. Инициаторы рассчитывают облагородить все памятники землякам-воинам Великой Отечественной на территории Холмогорского района. Ну что ж, пожелаем активистам удачи и отправимся в Котлас. Там накануне Дня Победы открылась уникальная выставка военно-исторической миниатюры «Армия на ладони». Частную коллекцию жителя Коряжмы Владимира Смирнова оценила Елена Кермич. Сотни всадников, пеших солдат и греческий Акрополь. Представленная экспозиция вполне реалистична. Коряжемец Владимир Смирнов детализировал все до мелочей. Каждая мелкая деталь все проделана. Я даже не представляю, сколько тут всего времени понадобилось для этой выставки. Я так про себя сразу скажу, мне терпения не хватит вот это все создавать. Это очень кропотливая работа. Я просто перед мастером преклоняюсь. Лепкой из пластилина Владимир Смирнов увлекся еще в детском саду. Первые серьезные работы появились уже в школе. Вдохновение черпало с уроков истории. За десятилетия вместе со своими героями Владимир пережил Бородинское сражение, гражданскую и Великую Отечественную войны. Его героями были русские воины, французы и бреднолицые индейцы. Вспоминая детство, думаешь, да, мало было солдатиков, а могло быть такое количество, буйское целое, два, и противостояние, вот это очень интересно. Владимир Смирнов – мастер на все руки. Он занимается пайкой и ковкой металла, работает с деревом, металлической фольгой, гипсовой лепниной. Основной материал – пластилин. Автор и его семья закупили еще в советские времена. Все, что новое у меня, вот только храмы там сделаны у меня, да, вот только верх. У меня пластилинский, это вообще песка, это такой современный на пластилин, немножко восковой, но очень хорошего качества. Он очень яркий и держит форму. Именно макет греческого акрополя, сделанный из пластилина и оконной смазки, принес коряжемцу всероссийскую славу. Два года назад Владимир стал победителем конкурса «Слабо» в одной из телепрограмм. Спасибо огромное, что приехали. Вам на память от нас телевизор. Приезжайте еще. Спасибо. Древнегреческий акрополь Владимир Смирнов создавал 40 лет. Всего более тысячи солдат, 400 мирных жителей, военной техники и оружия, слонов и лошадей. Кстати, при лепке последних автор испытывал наибольшее наслаждение. Говорит, что они заставляют влюбляться в себя даже в пластилине. Елена Кермич, Алексей Вачек, регион 29, Котлас. А в Коноше открылась выставка «Военные госпитали. Территория милосердия». Экспозиция рассказывает историю трех конышских госпиталей, один из которых просуществовал дольше всех до марта 46-го года. Представленные фотографии наглядно подтверждают подвиг конышских медиков тех лет. Такие новости к этому часу на экране контакта нашей редакции. Пишите и звоните, мы всегда на связи. Я не прощаюсь. В День Победы на телеканале «Регион-29» праздничный марафон. Отметим вместе главный праздник страны, общий для всех и свой для каждого. В прямом эфире шествие бессмертного полка в Архангельске, празднование Дня Победы в городах и районах области. Главный праздник страны. На телеканале «Регион-29» встречаем вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова